Говорят, перед судом по делу Навального было совещание в Кремле, и там две башни Кремля спорили между собой. Добрая башня, которую возглавляет Антон Войно, глава администрации Путина, говорил, что «Да давайте домашний арест ему выпишем, и пусть сидит, меньше будет шума». А партия силовиков говорила «Сажать, мочить всех, замочим всех». Ну, якобы победили силовики. Значит, эту версию рассказывает Валерий Соловей, такой известный политолог. Верить или не верить, ну, в любом случае, это надо рассматривать как факт, как классный пиар. В том числе классный пиар для Антона Войно, как вы понимаете, главы администрации президента. И его зама Кириенко, куратора внутренней политики. Значит, якобы они добрые, да, но вот злая башня Кремля все испортила. В этом ролике будет и стройка, и политика. Надеюсь, понравится всем. Значит, мы в Подмосковье строим доступное жилье, а в это время в Сочи прекрасное построенное жилье сносят. Ну и спрашивается, почему же у нас народ выходит на митинги, а? И вот эти космонавты в шлемах, они помогут оставить жилье, строить и не сносить его в Сочи, а? Это риторический вопрос? Да нет, это чисто конкретный вопрос. Ведь у нас же Кремль и вся власть говорит, не надо просто так ругать власть. Давайте конкретику. Сейчас сплошную конкретику дам. Мы на честно заработанные деньги приобрели свое жилье и зарегистрировали его через Рост-Реестр. Почему в городе Сочи не сносят бараки и ветхое жилье, а сносят нашу половину добротного дома? Вот этот дом в Сочи, выпиющий случай. Прекрасное здание, построенное, многоквартирное. Люди живут, только там два земельных участка под ним. Вот одна половина узаконена, а вторую мэрия требует снести. Причем снести-то невозможно, но это же целое здание. Вы его как будете, пилить что ли болгаркой, да? Вот этот велосипед стоит одним колесом на том участке, у которого все хорошо, все законно. И дом, построенный на нем, находится абсолютно в правовом поле. Это продолжает добиваться мэрия Сочи. Снести половину, признать самостроем, не вводить в эксплуатацию. Казалось бы, вот вся эта история началась еще при предыдущем мэрии, Пахомове, который был такой коммуняк, обеспредельщик, все это сносил. Ну, казалось бы, пришел новый мэр, молодой, хитрый. Но мэру Сочи пришлось решать старые проблемы. Это репортаж НТВ год назад о том, что новый мэр Сочи, Капайгородский, сейчас решит все проблемы с новостройками, которые создал старый мэр. Ну, мы сегодня не уедем, пока не наведем у вас порядок. Ну, отвяжись ты от людей. Ну, дайте им спокойно жить. Ввести в эксплуатацию вторую половину дома. А оно было введено в эксплуатацию. Эти чиновники в мэрии Сочи отменили через суд введение в эксплуатацию вот этой половинки, да? Люди сейчас, жильцы этого дома, обжалуют, обжалуют, обжалуют. Вот эти коммуникации, построенные два года назад за счет жильцов нашего дома, они могли бы служить не только нам, но и помогать жителям нашей улицы. Так почему же они все еще не подключены? Почему нас ограничивают в наших законных правах? Вот 10 декабря было очередное судебное заседание. Там был представитель мэрии Сочи и говорит, нет, мы будем добиваться сноса. Зачем? Алло, Копайгородцев, мэр Сочи, отвяжитесь от людей, дайте указание своему юридическому департаменту, чтобы они прекратили добиваться этого сноса. Ну, бред. И дали им ввести в эксплуатацию. Что у них там там? Электричество, вода, подключите жить. Иначе что? Или вы хотите, чтобы народ вышел, как в Москве, на митинги? У нас остается одна надежда на простых людей нашей страны. И вы прислали космонавтов бить дубинками. Копайгородцев, вы в своем уме? 21 год на дворе. Вам это зачем? Вам что, денег мало? У вас что, в Сочи больше не на чем заработать, как докапываться до этих людей? Зачем? Вы думаете, этот дом скинется вам куча по копеечке и даст взятку, что ли? Ну, я не могу понять этот бред. Чем руководствуется администрация города Сочи, когда она оспаривала решение суда о введении дома в эксплуатацию? То есть, они планируют выселить семьи с детьми и с возрастными родителями просто на улицу под открытое небо? Вы спросите, куда же смотрит добрая башня Кремля, которого возглавляет глава администрации Путина Антон Войно и его зам Кириенко, которые якобы были за то, чтобы не сажать Навального в тюрьму, а ставить под домашним аресом, чтобы было меньше шума. Значит, как я вам говорил, эту версию рассказывает наш известный политолог Валерий Соловей. Ну вот, смотрите, в Сочи и во всех других городах Южного побережья, в том числе в Геленджике, везде происходит одна и та же странная история. Зачем-то сносят классные дома. А если не сносят, то трепят народу нервы, подают эти бесконечные иски о сносе уже построенных домов, проданных, узаконенных, где вот, вот постоянно люди снимают вот такие видосы. Купить жилье у моря – это как лотерея. Юля переехала в Сочи из Нижневартовска. С мужем продали двушку, здесь хватило на студию. В семье трое детей, в сочинскую квартиру вложили и материнский капитал. Сейчас дом под снос. Все члены семьи прописаны в этом доме. Квартира оформлена на детей, это единственное жилье. Ни губернатор, ни мэр нам не в силах помочь. ЖСК «Атланта», улица Искры, 13, город Сочи. Построен дом, смотрите, прекрасный все, 12 этажей. Причем не нарушен закон никак, то есть это официальный статус земли для многоэтажного многоквартирного строительства. Тем не менее, с 18-го года мэрия Сочи, нет, там сосед подал иск в суд о том, что якобы этот дом занимает на земле чуть больше места, чем положено по всяким процентам. Это еще история начиналась при Пахомове, и Пахомов записал, что, пожалуй, этот дом надо сохранить. А потом пришел Капайгородский и сказал, так, а вы знаете, Капайгородский ничего не говорит, он устраняется. Вот жители этого дома мне рассказывают, они пытаются добиться к нему на прием. Собственно, ему и достраивать там уже почти ничего не надо, просто подключить свет, газ, воду. Уже все квартиры оформлены, значит, все это стоит на кадастровом учете, Росреестр, государственная регистрация, ну и ничего. Вот по закону дом построен, квартиры стоят на учете. От мэра Капайгородского требуется просто не мешать, а лучше шепнуть там свету, газу и воде. Хрен с ним, с этим домом, пусть живут, оформите вы им, подключите свет, газ, воду. Он этого не говорит, и с людьми не встречается. Зачем? Че-то ждет, да, чтоб ему занесли? Товарищ Капайгородский, а главное, башня Кремля добрая, Кириенко, войно. Ну поработайте вы с этим мэром Сочи, ну вот же готовый дом, люди могут жить. Там ипотечные всякие дела, материнские капиталы, все оформлено, дети. Зачем вы этих людей прессуете? Они же на митинги не ходят, а? Так, а ведь я вам обещал еще и простройку в этом ролике, а увлекся политикой, как обычно, сейчас будут меня ругать те, кто любит только про деревяшки, говорят, достал ты со своей политикой. Ладно, ладно. Значит, ребят, я изо всех сил ищу землю вот здесь, вот на западе Подмосковья для нового поселка, никак найти не могу. А виноваты чиновники, потому что большая часть земли заблокирована где-то линия электропередач, где-то какой-то дебильной запретной зоны, вокруг церкви у нас огромные запретные зоны. Вот у меня ролик был про такую запретную зону, пожалуйста, да? То есть красивые места, пустые поля, а строить мы не можем. Все по закону заблокировано так, что не продохнешь. Ну, ладно-ладно, это все лирика, я, наверное, найду все-таки землю для нового поселка. А сейчас вам покажу. В одном поселке, в 50 километрах от Москвы, я обнаружил такой домушечка душевный. Вот не такой крутой, как мы здесь вот эти вот строим, а маленький-маленький, скромненький-скромненький. И без заморочек по отделке. Это особенно важно. Смотрите, какой чудесный домушка. Построен в 50 километрах от Москвы, в таком недорогом, но симпатичном коттеджном поселке. Как обычно, я сюда наглым образом влезаю без спроса, но явно молодые продвинутые ребята, поэтому заборов у них нет никаких, окна в пол, ничто, никакой безопасности и не надо. Никто в этом лесу у них велосипеды не украдет. Вот скворечничек. А вот это все окошко над кухонной зоной. То есть люди понимают, что когда ты моешь посуду или у тебя чайник какой-то кипит, то лучше в окошко тоже наблюдать лес. Вы видите, как все классно? И безранная система. То есть вот эти окна самые дешевые, какие могут быть. Вставляешь циклопакеты прямо в брус. Вы смотрите, как классно, а? Ох, елки-палки. И вот хозяин здесь явно сидит на этом креслице и наблюдает все. Это как тут белки у него скачут. Ребята, еще раз простите. Я не пойму, у вас там... Там, по-моему, просто фанера на полу и ничего больше нет. Но ребята здесь явно бывают зимой. Наверное, дом отапливается, потому что вот видите, детская горка сделана. Так что, наверное, здесь дети скачут. Но как же классно. Смотрите, насквозь дом просматривается, весь из себя стеклянный. И ничего, никого не пугает, что ай-яй-яй, где безопасность. И окна, ай-яй-яй, какой холод. Да никакого холода. Я думаю, что дом отапливается электричеством. А дальше ты приехал и затопил печку. Видите, большие трубы сверху. Я думаю, затопил печку. И тогда уже, так сказать, ну, чтобы было прям тепло. Когда ты приехал сюда на выходные, например, офигенно стильные, умные, толковые ребята вот здесь поселились. Вот так надо жить всем, кто соображает. Основная проблема со стройкой в этом году, что все дорожает. Вот месяц после Нового года уже вот этот вот декинг, которым мы настилаем здесь, видите, террасу, подорожал. Металл, вот, которым мы обшиваем, вот этот крутой, подорожал. Жуть какая-то. Что к лету будет? Что будет дальше? Об этом позже. Так, я в этом ролике обещал вам рассказать про подорожание, но не успел. Ладно, чересчур увлекся. Сочи, с мэром, всеми делами. Как-нибудь потом расскажу про подорожание. Ну, что, и так все понятно. Дорожает стремительно. А как вы хотели, если весь мир, американцы, Европа и китайцы печатают деньги? Вот, кстати, подорожание. Комплект окон на наш типовой дом с понедельника дорожает на 40 тысяч рублей. Вот теперь мы будем делать так. Вот у нас дом стоил 7,5 миллионов рублей до понедельника, а с понедельника будет стоить 7 миллионов 540 тысяч рублей. За дом под ключ с полной отделкой и участок 12 соток. Если вам нужен дом в поселке Иерусалим наш, в 40 километрах от Москвы на запад, вот телефон, как обычно, на экране. И еще один телефон на экране. Вперед!